Мы узнали, как использовать хранилище для пользовательских данных приложений. Но хранилища могут оказаться избыточным функционалом, если речь идет о хранении каких-то базовых настроек приложения. Для этого в Растапе есть специальные методы, показанные на слайде. Первые два предназначены для сохранения и получения опций приложения, привязанных к текущему пользователю. Последние два для получения и сохранения глобальных опций, доступных всем пользователям приложения без исключений. Несмотря на то, что опции сохраняются только в виде строковых значений, никто не мешает нам использовать эти методы для сохранения и чтения сервализованных массивов. При образовании базовых типов тоже никто не отменял. Добавим в интерфейс нашего приложения возможность включать и выключать показ пользовательских аватаров. Для этого добавим в верстку CheckBox, а в код приложения соответствующий метод ToggleAvatars. Нам потребуется инициализировать массив опций приложения, который пока будет содержать один ключ DisplayAvatars. Как вы видите, мы инициализируем эту опцию в конструкторе объекта, который реализует логику нашего приложения. Далее нам нужно научиться сохранять опции в облаке. Для этого мы пишем метод SaveOptions, который вызывает функцию RESTAPI UserOptionsSet, передавая ей в качестве параметров название опции и значение опции. В нашем случае мы применяем универсальный метод, заводя один единственный ключ для опции под названием Options, значением которой будет слушать массив, хитроумно развернутый в строковое значение при помощи JSON кодирования. А обратное преобразование нам потребуется при загрузке значений опций из облака в приложение, что мы и делаем в методе LoadOptions. Здесь, однако, все несколько сложнее. Представим, что наше приложение запускается впервые. Что нам вернет функция RESTAPI UserOptionsGet? А ничего не вернет, ведь мы еще ни разу не сохраняли опции приложения. В итоге, если мы попробуем воспользоваться преобразованием из JSON в массив JavaScript, мы получим ошибку, либо пустой массив. А нам пустой массив не нужен, нам нужно, чтобы при первом запуске приложения опции имели значение по умолчанию, присвоенные в конструкторе приложения. Поэтому мы и производим все эти проверки внутри метода LoadOptions. Смотрим, а не пустое ли значение вернулось нам из облака. А можно ли его преобразовать в массив. А не окажется ли этот массив пустым и так далее. Только если мы убедились, что все хорошо, мы присваиваем полученные из облака данные нашему массиву опций, а заодно и выключаем галочку показывать аватары в интерфейсе приложения, если это необходимо. Осталось два момента. Во-первых, метод ToggleAvatars, который служит для переключения режима показывать, не показывать аватары. Как видите, его код очень прост. Меняем значение опции на противоположное, меняем состояние чекбокса в интерфейсе, сохраняем новое содержимое опции в облаке, и в случае, если переключение опции происходит уже после загрузки данных, то заново отрисовываем интерфейс. Во-вторых, при формировании интерфейса в методе GetUserBlockHtml мы смотрим назначение опции DisplayAvatars и либо добавляем в верстку кусок с фотографией пользователя, либо нет. Вот, собственно, и все. Ах да, не забудем добавить загрузку опций при запуске приложения сразу после вызова метода для работы с фреймом. Что у нас получилось в итоге? Перейдем в приложение после загрузки его новой версии в портал и увидим в интерфейсе тот самый чекбокс, который позволяет нам управлять опцией показа аватаров. Отключаем его. В этот момент, как мы помним, приложение должно было сохранить опции в облаке. Перезапустим приложение и удостоверимся, что при повторном запуске значение опции успешно считалось и приложение не показывает нам никаких аватаров. Все получилось, ура! Продолжение следует...